МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости, похожие на шутки. И шутки, похожие на новости. Это вечерний шпиль на Белсате. Жесточайше. Приветствую. КРИК Пленных не брать! Страшилки накануне Хэллоуина. С тяжёлой травмой к психотерапевту. Хорошо ли, Коля, в школе? Коля, и в конце концов, сними уже эту балаклаву. На днях Лукашенко закрыл границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. У меня дочка возвращается. Я никого не пускаю. Нет-нет, видео нормальное. Просто в стране давно всё вверх ногами. В Беларусь перестали пускать даже её граждан. Конечно, официально всё из-за пандемии. Но по секрету, Александр Григорьевич готовится к агрессии НАТО. Вы должны понимать, что за пределами нашей страны натовцы не утихомирились. Поэтому самое время укрепить западные рубежи и укрепить их надёжными людьми. Валерия Вакульчика, почти 8 лет возглавлявшего КГБ, а в последние 2 месяца бывшего секретарём Совбеза, а также министра внутренних дел Юрия Караева, Лукашенко снял. А, то есть повысил до ранга помощников президента по Брестской и Гродненской областям. Не равён час, придётся создавать партизанские отряды. И если у кого-то были мысли, что прежнего шерифа убрали за чрезмерные репрессии, то генералиссимус расставил точки над «и». С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берём. Если кто-то прикоснётся к военнослужащим, я уже замечание делал генералам, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Кто-то подумает, что все эти перетасовки – важнейших силовиков проявления паники. Никак нет. Режим консолидируется и укрепляется. Достаточно посмотреть на лица от радости, даже конспектировать, забываю. Ещё лучше эти перетасовки должны повлиять на работников дубинок и балаклав. Потому что они в последнее время какие-то нервные стали. Бьют граждан без предупреждения. А что дальше? Проблемы в семье? Поход к психологу? Подожди ты. Это ты во всём виновата. Слышишь? Всё, хватит. Вставай, поехали. Что у вас случилось? Понимаете, раньше мы с ней не были так близки. Так, иногда по работе пересекались. После работы жена время забирала. Но за последние два месяца всё поменялось. Мы начали проводить всё больше и больше времени вместе. Я начал замечать её достоинства. Жена уходила на второй, третий план. Потом её вообще не видел. Она переехала ко мне. Могли целую ночь болтать ни о чём. В основном я. Из-за неё даже друзья отвернулись от меня. Я всё понимаю, зависть. Нас это только сильнее влекло друг к другу. Но в последнее время ни на работе, ни в постели ничего не получается. Прав был мой начальник. Он говорил, мужики, никаких служебных романов. Будет больно. Я сам не раз обжёгся. Ну, можно ещё с наручниками попробовать. И это была рубрика «Не перегибай палку». Несмотря на то, что бороться с борцунами, протестунами, проститутками и наркоманами хлопотная дельца, ОМОН и коммунальщики не покладают рук. Фемида тоже не дремлет. Мартин Крам. Сегодня мы в гостях у судьи. Абсолютного рекордсмена по рассмотрению административных правонарушений за сутки. Ваша честь, как вам удалось 7200 административных дел рассмотреть за 2 часа? Всё дело в секундах. В 2 часах 7200 секунд. Было бы больше, я бы побил свой рекорд. И вы за секунду успеваете во всём деле разобраться? Ну, а что там разбираться? История у всех одна. А секунды мне хватает, чтобы зачитать приговор. Вот смотрите. 15 суток, 15 суток, 15 суток. А когда хочу ускорить, штраф, 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 штраф. А коллеги ваши не переживают, что вы их работу забираете? Коллеги переживают, что протесты сдуются. Дел станет меньше, а значит их сократят. Но я их успокаиваю. Ничего не сдуется. А что это у вас висит на стене? Доска желаний на сегодня. Кстати, можно уже снимать. Сбылась. Расскажите, как вы стали судьёй? В детстве я знал, что есть ветка законная. Но мне хотелось всегда быть вне закона. И в 11 классе я краем уха услышал, что есть судебная ветка. И третья ветка, на которой сидят все остальные. И как видите, ваш покорный ворон сел на судебную ветку. Наверное, тяжело вершить судьбы. Но я же не мясник. Это у него. Ноги к ногам, головы к головам кидать. А у меня всё в одну кучу. Ваша честь, как вы расслабляетесь? Рисую грудью. Естественно, женской. Одна из моих последних работ. Чем это вы рисуете? Сливки. Взбитые. Конечно, раньше с мужчинами у меня лучше получалось. Только я тогда ещё не рисовал. Ваша честь, что вы можете пожелать нашим маленьким зрителям? Желаю как можно дольше не достигать возраста административной ответственности. Ну а когда войдёшь в административную жизнь, не бояться. Страшное только первые 15 суток. Похоже, что не только Вакульчик с Караевым, но и некоторые другие заметные персоны из окружения Александра Григорьевича получили новый фронт работы. Я имею в виду госпожу Ермошину. Появившись на инаугурации Лукашенко в модной блузке, Лидия Михайлана опять ушла в тень. Но такими специалистами не разбрасываются. По версии вечернего шпиля Ермошина перешла на работу на государственное телевидение. И вот очевидное этому свидетельство. Посмотрите на эту графику из недавнего сюжета Первого канала. Так элегантно могла посчитать только она. Хотя, возможно, в каких-то элитарных учебных заведениях, типа Академии управления при президенте, уже преподают формулу Ермошины и учат, как из трех процентов получить восемьдесят. Но я предлагаю перенестись в обычную школу, но в недалекое будущее. Хорошо, Николай. Предлагаю сделать перерыв. Марья Ивановна, я не люблю перемен. Давайте не будем. Ну, в таком случае продолжим. Предлагаю окунуться в историю и вспомнить события 2020 года лета. Эм, что-то там было. Ну, неужели ничего не отложилось в памяти? Помнишь, умно было как-то. К примеру, как назывался марш, который проходил 30 августа? Не помню я. Ну, Николай, ну вспоминай. Ты же тогда еще бегал с автоматом. Да не, не помню. Это я могу не помнить. Я тогда сутки мотала. Хорошо. Давай тогда пройдемся по историческим личностям. Сколько лет отсидел Северинец? Че, кто? Тоже не знаешь. Коля, и в конце концов Сними уже эту балаклаву. За год уже можно было отвыкнуть. Коленька, понимаю, тебе пришлось не сладко. Две школы за год поменял. Ну, все-таки историю своей страны-то надо знать. Хорошо. Назови тогда хотя бы участника круглого стола в «Американке». Оля, ну как так? Ты же тогда был в сезонной экскурсии. Так, Николай, передай отцу, чтобы он в срочном порядке со мной связался, когда освободится. А, ой, господи, что я несу? Он же не скоро освободится. А далее в вечернем шпиле «Хочешь хорошую пенсию? Приходи не с пустыми руками». Дети полковника Путина поспорили из-за переноса столицы. Это праздник с сединою на висках. Александр Григорьевич, на Хэллоуин требуется как можно сильнее напугать людей. И к новостям России. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что город Иваново – это не только ткани. Иваново, цитирую, сегодня может стать российской, а может быть и мировой столицей современной моды. Где я это слышал? Спокойно! Этого не надо бояться! Столица автоматически переходит в Осюхи! Не у Москва, то есть бывший Осюхи становится элегантнейшим центром Европы от скорого и всего мира. Похоже, настоящая фамилия Кириенко – Ильф или Петров или Шмидт. А как мы помним, у знаменитого лейтенанта было много сыновей. Так что Сергей Владиленович – в очередь. Ведь совсем недавно перенести столицу России из Москвы, но не в Иваново, а в Хабаровск, обещал Михаил Дегтярев. Он может и не брат Кириенко, но и за одной кремлевской шайки. Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас! Соскучились! Здравствуйте! Это Михаил Дегтярев. Сто с небольшим дней, как временный губернатор Хабаровского края. Еще не так давно все знали его, как постоянного, скажем так, банного компаньона Владимира Жириновского, который точно знает, чего он хочет. И я, как будущий мэр Москвы, тоже гарантирую, что с москвичами каждую неделю в общее отделение, Усачевский или это будут баня, Селезневский или Сандуновский, буду ходить. Но помыться с москвичами юный Дегтярев не успел. Верховный банщик, который так запарил многих, снял в Хабаровске действительно выбранного губернатора Фургала и прислал на Амур Михаила. Михаил Владимирович, есть для вас работа. Работа оказалась физически непростой. Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинги за Фургала и против передачи бюджета края московскому банно-прачечному комплексу. Дегтяреву пришлось увиливать и буквально бегать от людей. Михаил Владимирович, ну давайте поговорим. Да ему пофигу. Юлите вилять Михаилу пришлось даже на бумаге. Сначала он разрешил чиновникам летать бизнес-классом, что запрещал Фургал. Потом заявил, что документ диверсия. Но вообще, если для дела, то можно и разрешить. Не вести же нежное чиновничье тело в баньку вместе с какими-то пассажирами. Париться с большими начальниками в бане, я с удовольствием буду это делать. И буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края. Понимаете? Но понять Дегтярева непросто. Он говорит, что хотел бы стать тираном, что народных денег не существует, а люди — это не власть. Последняя тирада звучит так. «У меня в руках огромная дубина. Я ее привез из Москвы. Она меня сопровождает очень давно. Обычная дубина неандертальца». Конец цитаты. Все ли у вас в порядке, Михаил? Все чаще спрашивают жители края. Правда, хабаровчанам не смешно. Каждые выходные толпы протестующих выходят на улицы, чтобы посоветовать Михаилу уехать в Москву и веселить публику в более спокойной обстановке. И он уезжает, но каждый раз возвращается. Будьте здоровы, мои дорогие. Не болейте. Скоро приеду домой, в Хабаровск. А еще Дегтярев на этой неделе предложил ставить памятники Путину где только можно. Так россияне это только и делают. От Чебоксар до Питера. А эти памятники все убирают и убирают. А ведь Путин достоин постамента только за то, что оставил в прошлом лихие 90-е. Хотя, судя по событиям этой недели, они возвращаются. В Выборге снайперским выстрелом убили мафиози. Простите, авторитетного бизнесмена Александра Петрова. В Чечне в результате перестрелки между бойцами СОБРа и бойцами ОМОНа погибли двое. Да, от последних новостей руки к оружию тянутся не только у бандитов и силовиков. Нужно признать, с пенсионной системой России беда. Поэтому депутат Госдумы Калашников предложил ввести новую систему. Систему рангов для получения пенсии, которая поможет, цитата, не мучиться со сложными формулами и понимать, на какую пенсию ты можешь рассчитывать. Новую систему уже тестируют в Нижнетерпильевске Тульской области. Оттуда наш репортаж. Смотрите, Михаил Иванович, пенсию имеют право получать только холопы третьего ранга и выше. Третий ранг – это крестьянская червь. Те, кто отпахали на полях не менее 60 лет. 8 тысяч – гарантированная пенсия. Спасибо президенту. Второй ранг – это заводская челядь или станочный охлос, как их еще называет наш директор. 50 лет у станка и 10 тысяч твои. Спасибо президенту. Первый ранг – это бюджетный плебс. Особые приближенные к государству. Учителя, врачи, мелкие чиновничьи и холуи. У всех у них повышенная пенсия – 12 тысяч рублей. Ого-го, да? Спасибо президенту. Итак, Михаил Иванович, где вы работали? Ах, на Тульском заводе инженером. 40 лет отпахал. А на каком Тульском, если точнее? Ах, на Тульском токареве. Запиши, а то забудешь. Ах, да. Передавай спасибо президенту. А нам сообщают, что Министерство труда не поддержало данную инициативу. Лично я изначально был против. А ты сговорчивый. Можно я тут за тебя? Да-да, конечно. В студии Михаил Иванович. Здравствуйте. По информации Вечернего Шпиля, в Дроздах сейчас отмечают. Месяц закончился, а новой Октябрьской революции не случилось. Чем не праздник? Но я о Хэллоуине. Александр Григорьевич... Я смотрю, вы уже одели костюм вурдалака. Очень реалистично. Ну к делу. Александр Григорьевич, я ваш новый политтехнолог. Из Вашингтона? Из Ростова. Александр Григорьевич, давайте сейчас накидаем идей, как нам сегодня провести Хэллоуин. А Хэллоуин? А что это? Это канун Дня Всех Святых, когда духи умерших возвращаются на землю. И Карпенко с Гончаром и Загаренко вернутся? Запретить Хэллоуин. Александр Григорьевич, ну это все выдумка. Просто очередной праздник. У меня каждое воскресенье праздник. Мне достаточно. Александр Григорьевич, на Хэллоуин требуется как можно сильнее напугать людей. Такая традиция. Напугать? Да это не сложно. С Балабой соедините. Не-не-не, не надо, Александр Григорьевич. Пугать надо костюмами, масками. У Балабы усе в масках. И хлопушки тоже есть. Страху наведет мама не горю. Смысл в том, чтобы ходить по квартирам в масках и пугать людей. Ну, значит, мы этот Хэллоуин уже неделю празднуем. И по всей видимости праздник затягивается. Вот в Америке пугающие должны говорить «деньги или жизнь». Ха! Наши ребята и то, и то забирают. Чисто белорусский праздник. Может нарядить вас в костюм Путина? Ха! Это еще надо посмотреть, кто, чей костюм наряжаться должен. И еще надо нарезать тыквы. Жестоко. Но обратного пути нет. С Кубраковым соедините. Александр Григорьевич, не в этом смысле. Если я не буду резать тыквы, тыква отрежет мне. Александр Григорьевич, ну чего вы так боитесь? Я ничего не боюсь. И Хэллоуин этот ваш в оси не страшный. Так, забава для детей. Меня не напугать. Ну, кто там еще? А-а-а! И это был вечерний шпиль на Белсате. Как говорится, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь этим видео. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok